Всем привет! Ну вот и разрешилась главная и самая животрепещущая на данное время интрига, не дававшая заснуть фанатам Ведьмака на протяжении ни одного месяца. А именно, создатели сериала уже официально объявили не только исполнителя главной роли Супермена Генри Кавилла, но и большинство других актеров, сыграющих в новом проекте от Netflix, а главный исполнительниц ролей Йеннифер и Цири. Именно вокруг персоны последней не так давно разгорелась настоящая битва, когда представители фанатского сообщества всерьез начали побаиваться, что на ее роль возьмут абсолютно неканоничную с точки зрения книг актрису. Что же можете выдохнуть, по крайней мере пока, наши худшие опасения не подтвердились и это уже радует. Ну а обо всем остальном, включая то, кто именно воплотится в уже знакомых нам книжных персонажей, что мы о них знаем, что говорит по данному поводу шураннер Ведьмака Лорен Шмидт и что вообще стоит ожидать дальше, вы узнаете прямо сейчас. Итак, начинаем само собой с главного. Не так давно мы все узнали, что основная часть каста нового Ведьмака от Netflix не только уже сформирована, но и официально объявлена. Конечно, это еще далеко не все актеры из тех, что должны будут появиться на экране. Например, я лично до сих пор не видел, кто же должен будет сыграть старого и мудрого наставника Ведьмаков в Весемиро, и все же основной состав уже, можно сказать, сформирован. И, разумеется, в первую очередь всех, я думаю, интересуют исполнительницы двух главных женских ролей всей истории – Ведьмачки Цири и Чародейки Йеннифер. Что ж, прошу любить и жаловать, вот они, молодые актрисы Фрея Аллен и Аня Чалотра. Начнем с Фреи, которой предстоит исполнить роль юной Цириллы. По словам Лорен Шмидт, она сама лично летала в Лондон, чтобы встретиться с молодой актрисой, и уже тогда поняла, что она – то, что нужно. Хотя, как говорит все та же Лорен, до того Фрея пробовалась на какую-то другую роль, и лишь в ходе проб команда Ведьмака поняла, что именно ей суждено стать на экране Ведьмачкой Цири. Что же, чисто визуально, мне такой выбор кажется вполне себе неплохим. По крайней мере, все слухи и опасения множества фанатов по поводу того, что их любимая Цири вдруг ни с того, ни с сего может оказаться совершенно не такой, как описано в книгах и как все мы ее себе представляли, не подтвердились. На эту тему, кстати, сама Лорен Шмидт сказала, мол, вся поднявшаяся шумиха. А напомню, кто забыл, что в сентябре сеть просто взорвалась от слитого кастинг-релиза, где на роль Цири якобы искали девушку из нацменьшинств. Так вот, сейчас Лорен говорит, что таким образом она пыталась расширить список искомых претенденток, и в конце концов им пришлось отсмотреть более 50 таковых, прежде чем остановить свой выбор на Фреи. Хорошо, а что вообще о ней мы с вами знаем? Ну, кроме того, что девчушка эта достаточно милашная, чисто внешне вполне себе подходит для своей роли. Итак, она британка, ей 17 лет. Кстати, на этот факт нужно обратить особое внимание, ведь сейчас Фреи лично для меня выглядит куда моложе, и это, наверное, было еще одним ее кастинговым преимуществом. Если же говорить о послужном списке молодой актрисы, то не слишком впечатляет. Кроме трех короткометражек, она еще успела засветиться в одном эпизоде проекта AMC в пустыне смерти. Более Фреи похвастать особо нечем, впрочем, это и неудивительно, все-таки она еще довольно молода, да и звезды хотя бы той же Игры Престолов, я сейчас о детских персонажах, не имели и того на момент съемок, и все же сейчас их имена знает весь мир. Что ж, по поводу того, насколько справится или не справится Фрея Аллен со своей ролью, судить сейчас сложно. Внешность у нее в порядке, некоторый опыт уже тоже имеется, но все остальное будет зависеть от нее самой, от режиссера и от того, как вся команда сможет раскрыть потенциал юной Цири, здесь, думаю, пока что все. А вот дальше идет куда менее однозначная кандидатура актрисы Ани Чалотра, которая в Ведьмаке сыграет роль Йеннифер. Что мы знаем о ней? Итак, Ани 21 год, она тоже британка, родом из Вулвергемптона. Кстати, первый факт, я имею в виду возраст, уже, как ни странно, явился чуть ли не главной претензией в меняемой будущий Йен. И в самом деле, конечно, книжная любовь из-за зноба Геральта из Вингерберга и выглядела не на свои 80 с лишним лет, так как находилась под действием чары зельев, но все-таки в книгах, да и в играх, которые на данное время являются для миллионов по сути каноном визуального восприятия Ведьмака, Йеннифер соблазнительная и шикарная, но все же уже взрослая женщина, это если говорить о внешности. Если же вспоминать ее характер и суть, то здесь Йен и вовсе невероятно сложная, мудрая, пережившая очень много, многоопытная личность, которая то поддается своим чувствам к Цирии и Геральту, то наоборот играет с суровым Ведьмаком, как с котенком и так далее. Чтобы передать все это на экране требуется огромное актерское мастерство, это раз, ну и соответствующая внешность, это два, никуда тут не деться. И именно в данном аспекте актриса, которой немногим больше 20, как по мне, будет просто теряться на фоне Генри Кавилла, как бы кто к нему не относился и уж точно смотреться не совсем уместно. Ну, разве что гримеры и стилисты Ведьмака окажутся уровня Бока, а сама Аня просто сразит нас всех своей актерской игрой. По поводу этого, кстати, стоит вспомнить, а чем же, в принципе, она может похвастать уже сейчас. Итак, оглашаю весь список. В 2018 году она снялась в «Жажде странствий» сериале от BBC, где, кстати, сыграла роль некой Дженнифер. Но уже прямо сейчас актриса завершает свою работу в новом проекте все тех же BBC под названием «Убийство по алфавиту» по мотивам детективов Агаты Кристи. Так что, как видите, чем-то уж очень круты, Маня Чалотра тоже похвастать пока что не может. Хотя и совершенным дебютантом или новичком ее тоже не назовешь. Так что тут все расставит на свои места время, оно же покажет, сумеет ли молодые актрисы вжиться в свои сложные и неоднозначные роли, и оправдается ли выбор команды сериала. Особенно меня лично это интересует касательно Еннифер. Ведь даже из тех немногих кастингов, которые мы видели, как по мне, было кого выбрать, но шоураннер Лорен Шмидт и ее команда распорядилась иначе, что же это их выбор и их ответственность. Кстати, на вопрос журналистов о том, не специально ли они подобрали условных ноунеймов, дабы еще больше засветить и оттенить звезду Генри Кавилла, Лорен безапелляционно сказала, мол, даже и мыслей таких у них не было. А всех кандидатов они подбирали исключительно по их профессиональным качествам и духу самого произведения. Тогда же Лорен еще раз делала упор на то, что она не планировала и не планирует сейчас специально американизировать или изменять всю историю. Напротив, по словам шоураннера Ведьмака и ее постам в Твиттер, следует, что она специально путешествовала по Польше, дабы проникнуться ее духом и колоритом вообще. Лорен хочет взять славянскую историю и дать ей глобальную аудиторию. Вот так вот звучит ее заявление. Что тут скажешь? Стремление похвальное, по крайней мере от сердца пока что отлегло немного, что ж, давайте, коль такое дело, сейчас пройдемся и по остальным заявленным актерам и персонажам. Итак, роль бабки Цири, властной и строгой королевы Каланты, должна будет исполнить актриса, знакомая многим по ее эпизодической, но очень яркой роли Мэгги-легушки из «Игры престолов» Джоди Мэй. Что ж, несмотря на свои всего лишь 43 года, при правильном гриме, уверен, Джоди подойдет отлично. Далее, роль ее мужа, рыцаря Эйста, сыграет 43-летний исландский актер и режиссер Бьерн Хлынур Харальдсен, имеющий в своем послужном списке немало теле- и кинопроектов, а широкому кругу зрителей, скорее всего, знакомый по сериалу Борджи. Главу магической академии Варитузи, чародейку Тисаю, исполнит британка Миана Беринг, наиболее известная по фильмам «Спуск», а также саге фильма «В сумерки». Опять-таки, выбор неоднозначный, но, думаю, она справится. Княжна Крейдена Ренфри появится на экране в исполнении Милли Брейдли, 24-летней актрисы, наиболее известной зрителям по сериалу «Гордость, предубеждение и зомби». Нормальный выбор, как по мне. Кто там еще у нас остался? Ну да, старый и кряжестый друид Мышевур появится в сериале в исполнении Адама Леви, сыгравшего в свое время самого апостола Петра, так что здесь, уверен, проблем у него не будет. Ну и, наконец, у нас есть еще две вроде как пока безымянные чародейки, которые, по слухам, могут оказаться одной из самых влиятельных волшебниц Сабриной Гливи Синг и Фригильей Вига из Нильфгарда. Так вот, их сыграет Террика Уилсон Рид и Мими Ньюэнни, соответственно. Причем, примечательно, тут именно вторая кандидатура британки зимбавийского происхождения Мими. Естественно, что такого резонанса, как в случае с Цири, она ни у кого не вызовет, и все-таки меня лично, каким многих улыбает решение Нетфликса и создателей сериала, во что бы то ни стало, хоть на вторые роли, но обязательно добавить темнокожих персонажей, пусть и в разрез книгам. Как бы не то, чтобы это было чем-то таким-этаким, все же роль Фрингильи Вига, если она достанется Мими, далеко не главное, но все равно смешно. Такой вот каст, дамы и господа, у нас имеется на данное время. С одной мега-звездой в роли Геральта, двумя совершенно незнакомыми барышнями, которым суждено будет стать его главными партнершами на экране, и когорты неплохих, хоть и не звездных актеров, которые, впрочем, вполне себе справятся, как по мне. А вот кого у нас нет до сих пор, так это, как я уже сказал, наставника Геральта, а потом и Цири, и Скайр Морхен Весемира, а также еще одной горячей подруги Белого Волка, Трис Мэри Голь. То ли их забыли добавить в объявленный каст, то ли, что более вероятно, эти кандидатуры еще не утверждены, но пока что факт остается фактом. Итого, в сухом остатке, все самое худшее вроде как обошло стороной, я сейчас о Цири и вообще всех страхах фанатов сериала, а вот что на данное время вызывает больше всего вопросов, так это, разумеется, выбор для роли Йеннифер, которую должна будет сыграть чуть ли не вчерашняя школьница, но это если так утрировать, а также маниакальное желание шоураннера хоть где-то, но все же разбавить каст не белыми актерами, что лично у меня особого негатива не вызывает, если речь само собой идет не о главных героях, но и, чтобы сильно одобрять такой выбор, скорее не чем да. Все же остальное покажет время, за всеми обновлениями я продолжаю пристально следить, вам же остается всего лишь нажать на колокольчик и подписаться, кто еще не подписался, чтобы не пропускать выход свежих выпусков. Ну а сейчас давайте пообщаемся в комментариях, спасибо всем за просмотр и всем пока!